Дело в том, что Кристина потеряла все свои деньги и паспорта. Не, ну вот это, вот это уже я понимаю приключение, да? И со вчера у нас осталась пицца. Вот, сбила мотоциклиста. Если вы не найдете паспорт, будет жопа. Полнейшая. Лакий! О, о боже! Сойки! Я за хер с ними, с деньгами, со всеми паспорта главное. Кристина, Кристина, мы по-моему едем на встречку. Она такая, да ладно, да ладно. Такой темный номер. Посмотрите на наше заднее сидение. Это два дня в Аутлете. А что это за белые кривитосы? Я думала там вот вино и... Кристина, может быть ты любишь Силю что ли? Или что там у вас? Ну что, доброе утро, крошечки. Как видите, у нас сзади очень красиво, потому что на самом деле у нас прекрасный вообще отель. Мы его случайно нашли. Остался последний номер. Причем еще так не сразу прям согласились. Сказали, да, вам последний номер, забирайте. Нет. Сначала так, есть ли у вас места? Нет, нету. Потом мужчина, видимо, хозяин, но тоже владелец этого. Это жена его, может быть, не знаю, как они там работают. Ну, похоже, окей, окей. Вот, это он сзади идет. И он такой, да, да, у нас есть один номер, и да, лишь нам номер один. Вот, поэтому очень мы хорошо спали, да, Кристиш? Как ты спала? Хорошо. Моя маленькая бука. Вот, очень хорошо спали, у нас отдельный был выход. У нас терраса, самая бука говорит. У нас терраса, я передаю твои слова. Вот, парковка тут рядом бесплатная. Очень хороший отель, но я не знаю, подойдет ли вам такой отель, я бы его рекомендовала прям здесь останавливаться, но он находится, как бы нам он просто был по пути. Лунбург, вот этот город. Да, я правильно его называю? Лунбург? Линбург мне все время. Вот, здесь очень красивый вид, смотрите. Вот мы сидим прям, и тут уже какая-то сад какой-то там, дорожка. И так все мило, так все уютно, и такие доброжелательные, гостеприимные хозяева здесь. Нам вот завтрак накрыли. У нас здесь яичко, кофе, сок, муха, ой, хлебушек, маслица, йогурт, Кристинка, колбаски. Так очень приятно и классно. В общем, мы сегодня собирались поехать в Париж, как я вам говорила, да, но я посмотрела, что нам до Парижа ехать пять с половиной часов. В Париже, в центре, просто самый дешевый отель на одну ночь, около 100 тысяч, там 96 тысяч, понимаете, да, и то там он, наверное, последний остался, и дальше выше. 200 тысяч, такие цены сумасшедшие. В пригороде Парижа я бы не оставалась, но там на самом деле тоже цены, я то есть ближайшие посмотрела, там тоже цены такие же. То есть можно найти за 22, за одну ночь, ну, когда мы здесь, везде, вот здесь мы, например, заплатили 80 евро за ночь. И, в принципе, ну, так вот, везде как-то цены такие, да. В общем, мы переиграли немножечко, мы поедем сейчас в Брюссель, это 150 километров. Я уже забронировала отель, так нам вылетать из Брюсселя, я решила, что мы забронируем отель просто в Брюсселе уже на 4 дня, мы не будем дергаться, если куда-то мы будем выезжать, то мы выехали и обратно поехали в Брюссель. То есть все равно отправная точка в Брюссель, поэтому нам не помешает там остаться, оставить свои вещи, да. Ну, может быть, вещи мы и не будем оставлять, на всякий случай, мало ли, куда нас нелегкая занесет. Вот. Отель нашли тоже нормально, там 16 тысяч с половиной на 4 ночи получается. И что, что, что там? Там своя парковка, что важно, потому что во многих нет своей парковки, есть какая-то общественная бесплатная, но это не совсем подходит, там могут не быть места. Где-то заранее бронировать нужно, тоже неудобно. И такая мини-гостиница, мини-отель. Вот. В общем-то, пока все. И еще, я думаю, сегодня мы заедем, может быть, в Аутлет какой-то, или просто по Брюсселе, по центру погуляем, по магазинам. Потому что, в принципе, в Аутлете мы не все купили, что хотели. Особенно я. Вот. Ладно, буду завтракать сейчас, потом с вами. Ну, мне так нравится эта атмосфера, так нравится эта обстановка, я просто так хочу вам все показать. Очень-очень приятное место. Вообще. Мне теперь, мне кажется, мы приехали в Аутлет, кстати, который здесь рядом, у нас приключения на приключении, приключениями погонят. Видите, какая Кристина серьезная? Это не просто так. Мне кажется, это взаимосвязано. Когда кто-то из нас нервничает, другой вообще ситуацию видит со стороны и расслабляется. Дело в том, что Кристина потеряла все свои деньги и паспорта. Российский паспорт. Надо было, чтобы я их взяла. Причем, мы когда были в Аутлете, не, у меня просто, ну, не, я не волнуюсь, потому что я думаю, что все хорошо. Она забыла в магазине, но в Европе, как бы, тем более, ну, вот, ну, не знаю, мне кажется, что все будет хорошо, и мы сейчас вернемся туда, в этот Аутлет. Он, слава богу, недалеко, максимум 50 километров отсюда. Мы вернемся. Сейчас, подожди, дай, 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 дай тебе покажу. Моя девочка, моя хорошая. Давай на свет. Что ты чувствуешь? Я хочу в туалет. Это она пытается держать лицо. На самом деле, она сейчас даже слезу пустила, не размножилась. Я тоже. Я говорю, успокойся, Крис, все будет нормально. На самом деле, два паспорта потеряете, это как гуруса. Карточку. Карточку, да, ну, карточку можно заблокировать. Там же без пин-кода все равно ей никто не воспользуется. Даже тысячи. Нет, здесь даже, когда чуть-чуть берешь, по-моему, я в 2000 везде уже сделала. В 2000, да? А, это значит, я больше тысячи платила. Ну, короче, мы начали вспоминать, что, как Кристина говорит, скорее всего, мы в Рорманде, вот в этом аутлете, забыли в эспорте. Она там единственный раз мерила штаны и решила забыть там кошелек. Мы потом уже посмотрели, сейчас все по видео, начали вспоминать, где там фотки были, где она была с этой сумкой, а потом уже без сумки. Вот, но так как мы приехали уже в этот аутлет, нужно быстро по нему пройтись, да, чтобы вот лишние движения не делать, потому что там, может, сумки тоже не быть, мы тогда поедем в гостиницу обратно, в общем, есть куда возвращаться, поэтому надо быстро здесь пробежать. Вот, и что? Я думаю, все будет хорошо, а ты? Надеюсь. Надеюсь, вот, так что у нас приключения классные. А если мы не найдем паспорт, я не знаю, что мы будем делать, надо будет, наверное, ехать в русское посольство. Что, блин, ну, что, а что, ну, приключения? Не, ну, а вот это, вот это же, я понимаю, приключения, да? А это что, повернули не в тот поворот? Ну, развернулись, повернули, а вот паспорт потеряли, вот это круто. Вот это эмоции. Ладно. Короче, мы приехали в другой аутлет, он находится, я о нем ничего не знаю, вот здесь хэппи, вот так вот, я думаю, что вы, если захотите, вы увидите, вот хэппи, тут фотки такие есть. Ой, какие прикольные штучки, смотрите. Кристина сейчас очень нервничает, она думает, какого хера мы здесь забыли, поехали за моим паспортом. Но я не могу, сейчас прям, через час-два. Ну что, крошки, мы вышли из этого аутлета, в том, в котором мы были вчера, там, конечно, побольше, аутлет сам по себе. Ты не помнишь, где мы машину оставили? Вот, здесь вообще просто одна улица мы прошли, но я все равно себе что-то купила. Гесла, Косты, маме купила, в Найке Кросс офигенский нашла, прям, мне очень нравится. Вот, и все, сейчас мы отправляемся, сейчас мы должны покушать, сейчас поближе ко входу припаркуемся, оставлю вещи, мы покушаем, и отправимся за Кристином паспортом в другой аутлет. Он просто день супер. Мы по аутлетам бегаем. Кристина все еще без настроения, она, мне кажется, выдохнет только тогда, когда паспорт будет на руках. А сейчас у нас задача номер один, найти машину. Мне кажется, она вот там где-то. И снова у нас бич-пати. Мы сейчас зашли, вот видите, а вот в этом, одно кафе. Нам дали меню, и оно реально так написано, ну, как бы мы английский знаем, но оно так написано, что ни хрена не понятно. И цены такие немаленькие, и думаешь, блин, сейчас принесут тебе на 30, 40, 50, но нам на двоих, да, где-то 50, может, то сок, то евро, за которые можно купить две агесовские майки. И я подумала, а еще там надо ждать. Ты не видишь картинки, ну да, то есть, как кота в мешке покупаешь. Я взяла сок, у них даже фрешевого нету, а взяла, вон оно, стоит у колеса, и со вчера у нас осталась пицца. Вот нас с Кристинкой тусим и кушаем тут вот, прямо на парковке. А в туалет не садили. Ну ладно. Наход. А? Наход. Не, ну можно до следующего аутлета потерпеть. Сейчас покушаем и пойдем. Смотрите, что мы успели очевидцем стать. Поворачивала вот эта фура и вот сбила мотоциклиста. А я думала, они здесь все нормально ездят, представляете? Оказывается, вот тебе, пожалуйста, аккуратно надо. Он прямо ее как-то толкнул, а упал там у нее все. Да уж. Аккуратно надо. В основном наша дорога проходит так. Мы едем по вот таким вот то ли трассам, то ли ничего, не пойми что. По бокам вот такие у нас поля, луга. Мы встретим то коров, то лошадок. Ну очень приятно на самом деле здесь кататься за рулем. Вот. Машин вообще почти нет, трафика никакого, я бы так сказала. Ничего не мешает путешествовать. Вон они уже, кстати, лошадки слева. Да, сейчас я смотрю прямо на дорогу, вы не переживайте, еду очень медленно. В камеру вообще не смотрю, поэтому это я потом, когда буду монтировать, я уже гляну, что я вам там наснимала. Решили здесь немножко остановиться, просто увидели поля. Мы въехали как раз в Нидерланды, и здесь вот, пока мы едем, все время такие поля. Ну я вам показала сейчас, вот еще. И здесь очень много лошадок, я здесь уже сфотографировалась, очень круто. И так хочется передать, это все вам. Так хочется все это передать, но я не знаю, насколько получается. Здесь чувствуется какая-то внутренняя свобода, знаете, разгуляй душа, выбежал в поле, бежишь, кайф, кайф. Наконец-таки на самом деле я расслабилась после того, как нас отпустил этот дебильный замок, в котором мы жили. Мы жили в замке, да. Как только он отпустил, я начинаю получать реальное удовольствие. Кристина красит губки. Все, дорога закрыта. Сейчас, это здесь железная дорога, сейчас, наверное, что-то будет ехать. Давайте вместе посмотрим. Сейчас я, кстати, опять пропустила поворот или не пропустила, мы что-то развернулись даже, что-то никакого поворота там не было. Яндекс.Навигатор немного тупит. Вот такой вот желтенький поезд, суперскорый поездочек проскакал. Вот мы вернулись в Роэрмонд, сейчас к нему подъезжаем. Вот это место мне очень нравится, я показывала вам или нет. Такое городишко прикольное, небольшие домики. Нравится мне тут. Вот уже парковочка. Сейчас мы поедем. У меня появилась хорошая тема для видео, так как у Кристины нет настроения, она ничего не снимает, она, наверное, и вообще блога у нее, может, и не будет. Так. не, она что-то снимала там, но сейчас у нее настроения нет, и она самые главные события не снимает, а я все сниму. И сейчас у нас кульминационный момент. Мы сейчас будем искать наш магазин, этот эсприт, и будем надеяться, что все будет хорошо. Любимый мой посмотрел уже по интернету и говорит «Если вы не найдете паспорт, будет жопа полнейшая». Мы можем здесь задержаться на две недели вплоть до того, что это нужно идти в полицию, в посольство, заверять документы, восстанавливать что-то. И пока все это будет делаться, это все время, деньги, и, короче, времени много. Поэтому мы будем надеяться, что сейчас все найдем. Вот. Что-то хотела сказать и забыла. Ладно, надо сосредоточиться. Кстати, народу сегодня очень много, припарковаться негде, и прям вообще ажиотаж намного больше, чем в Аутлете в том, в котором мы были. Крыши, ты помнишь, куда ты идешь? Сейчас, пока мы идем, я хоть по сторонам погляжу, а то только и забегала в магазин, как сумасшедшая. Дизель. Что у нас тут еще? Здесь очень много марок, которые я особо даже не знаю, как читать. Ну, я и так не знаю, как читается много, что. Но есть марки, которые я, в принципе, не знаю. Вон, Версачо впереди. Маранда. Скетчерс. Калида какая-то. Горфино. Дольче Кабано впереди. Короче, просто наблюдайте. Просто наблюдайте. Томми Хелфигер. Ванчик. Я, может, все еще и неправильно говорю. Ну, ничего, просто посмейтесь. На людей посмотрите. Хе-хе-хе-хе. Микс. Так. Что у нас? Да, смотри, у нас еще вот туда были магазины. Вот это очень большой, этот отлет. Он классный. Да-да-да, Крис. Карусель. Ты помнишь? Так, мы вроде туда шли и потом справа от карусели. Да, башки. Да? Кристина что-то вроде помнит. Ну, я думаю, ее ведет интуиция к паспорту. Я ей доверяю. Мы три раза по одному тем же магазину ходили. Мы три раза даже, мне кажется, ходили по одному и тем же магазину. Ладно, я доверяю Кристине, все-таки ее паспорт. Почему? Потому что не хочу. Ты блогер. Знаешь, что ты ведешь общественную жизнь. Поэтому я тебя буду снимать. Буду всех снимать. Хотят они этого или нет. Ладно, шучу, шучу. Бруно Банане, вон там одежда у нас. Красиво, да? Правда? Ну, смотрите, как здесь мило. Красиво. У меня хорошее настроение. А оно у меня сейчас быстро испортится, если нету... Вот здесь, кстати, Бенетон. В Бенетоне я взяла мальчику своему. Малышу кое-что прикольное. Лакост. Киплинг. Это в том. Я взяла маме сумку на пояс, она давно хотела. В том аутлете. В этом мы не заходили сюда. Так. Куда дальше, Крис? Сюда? Давай, ориентируемся. Привела нас правильно. Вот он ли мы заходили. Сейчас налево, а там будет эсприт. Все мы в предвкушении полностью. Абсолютно... Ну, как бы, нет. Я думаю, что все будет хорошо, но если сейчас будет нехорошо, я немножко охренею. Честно говоря. Ждем, Кристин. Новости неутешительные. Мы зашли в эсприт, и девушка, которая вчера работала, сказала, что у нас ничего нет. И послала нас в место, где Ральф Лорен, что-то там рядом администрация есть, говорили спросить там. Может быть, они знают информацию. То есть, ну, надежда на то, что если здесь где-то потеряли, в другом магазине, или, может, даже в туалете оставили, или еще где-то, то, ну, кто-нибудь сознательный допринес в администрацию, правильно? И сказали. Вот кто-то потерял. Ну, есть на это надежда. Мы идем туда. Пришли сейчас в администрацию. Ну, вот, как бы, они не знают, но вроде-то входят, ищут что-то там. Спросили дату рождения по паспорту, чтобы проверить. You are lucky. О, о, боже. Thank you. Yes, you are lucky. Can you draw it in? Yes, perfect. Я так сказала. Yes, passport is in and everything. Yes? Thank you. Okay. Perfect. Bye-bye. Bye-bye. Я так сказала, что я разумалась. Я не знаю. Потому что я уже думала, все, бипец. За хер с ними, с деньгами совсем. Паспорта главная. У меня камера еще работает. Что там, деньги на месте? Может, да. А карта? Что, у тебя денег? Карта на месте. А сколько это там было? 50 долларов. 50 долларов? Ну, может, они это и взяли за услуги. 50 долларов – это малой кровью вообще. Просто. Может, в паспорте лежал? Нет? Ну, так неожиданно принесла. Хорошо. Ну, что, легче стало? 50 долларов не жалко? Крис, блин, тебе не должно быть их жалко. Это как подношение, блин, вселенной. 50 долларов. Вы могли, знаешь, сколько потратить денег, если бы не нашли? Трандец сколько. Все, будем сейчас отходить от этой ситуации. Возьмем что-нибудь. Взяли, у вас так прям. Может быть, стилой. Да, сразу сказала, иди в администрацию. Может быть. Но это как бы не... Могла бы сказать, что мы это не сила. Если она вчера работала, она ничего не знает, что... Ну, это, может, не они сделали вообще. Может быть, кто-то мерил так же. Еще же там были люди. Взяли, взяли деньги. О, мы такие хорошие. Возьмем деньги себе. И слава тебе, Господи, что так. Пусть. Я бы им отдала сама эти 50 долларов. Сейчас будет две недели задержки здесь. Полиция туда-сюда. Это бензин. Это геморрой. Это новые билеты. Это бежит. Это сколько денег. 50 долларов я вам больше могу отдать только, чтобы дали паспорт. Так что все хорошо. Сейчас надо любимому сказать, что он нервничает. Платила 13,5 долларов и могла брать сколько хочу. Ну, там много всего. Но я взяла рис и очень много креветок. И вот еще непонятная штучка. А, и плюс напиток. Блин, это так вкусно. Это так много креветок. Я не помню, где я так много креветок могла есть. Если честно. Девочки, ну вот так вот мы проводим большую часть времени за рулем. Ой, покажите штуки красивые. Ну, что-то такое, кто знает. Я, наверное, может, покажусь. Глупый никакой. Но я не знаю, что это значит. Одна не крутится. Памбраник. Как это интересно. Короче, большую часть времени вот так проводим за рулем. Это не кайф, на самом деле. Я поэтому не хотела брать машину. Я уже говорила, да? Я, мне кажется, повторяюсь. Вот. И все, мы едем, едем. Километры, это вообще, что не уменьшаются. Ну, они уменьшаются, но очень медленно. Я, кстати, в Кристиноных очках, потому что я никак не могу выбрать себе очки. Мне ничего не нравится. Там даже я нашла какую-то бельгийскую тема за, там, 30, ну, 50 евро, короче, максимум. Очки стоят. Бельгийский какой-то бренд. Ко, ко, коно-мо или кумуно. Кумуно как-то так назвали. Ну и все, перемерила, но мне ничего не нравится. Мне прям вот не кайф отдавать даже, там, 3 тысячи какие-то за очки. Прямо жалко. Если это тебе не нравится. Так что ищем. Я пока в Кристинке. Глаза вот реально сейчас все прекрасны. Увидимся позже. Еще хотела сказать, что у меня необычная машина. Мы, кстати, уже подъезжаем, и вот тут вот пробки, вот, это второй раз у нас случаются. Такие, какой-то затор, но мы едем все равно, но медленно. Хотела сказать, что машина очень необычная тем, что, ну, я на такой еще не ездила. В том плане, что, когда я останавливаюсь и держу ногу на тормозе, она заглушается. И стоит мне хоть немножечко, на секундочку отпустить тормоз, она сразу заводится. Я уже Кристине сказала, что это огромная экономия, ну, бензина, да. Бывает, стоишь в пробках, и она жрет, жрет, жрет там. А здесь тормоз назад, она раз отключилась. Только отжал, раз включилась. И еще очень классная вещь, что не надо заморачиваться. Я, например, вот новая машина, немного не знаю, как здесь дальний включать или еще. Вот сейчас, ну, как бы я же не сижу, об этом не думаю, да, у меня все на автомате на моей машине. А когда мы поехали в темноту, неожиданно, то есть я не думала, что прям такая кромешная тьма там будет, автоматически включился дальний свет. Я такая думаю, блин, а когда он выключится? Если будет машина на встречку ехать, а он в темноте включается. А он настолько умный, что как только где-то далеко появляется машина, эти светят фары, да, от кого-то, он сразу выключает дальний свет. Представляете, насколько умная машина? А что у нас? У нас Ситроен. Смотрите. Напоминает вам российский? Я все сравниваю с Россией. Каждую дорогу, каждую машину, каждый взгляд и туннель. Ну что, мы приехали, наконец-таки за это время. Я испугалась один раз, что я выехала на встречку, сердце вот так колотилось. Мы ехали где-то в 300 метрах, и я говорю, Кристина, Кристина, мы по-моему едем на встречку. Она такая, да ладно, да ладно. И тут мы видим, что впереди нас машины, потому что никаких не было. И она говорит, фу, не, мы не по встречке. Так, сейчас мы приехали в наш отель, который мы забронировали на букинге. Я не знаю, это какой, ну, на фотках, я не понимаю. В общем, вот он, вот. Ну, он как-то так выглядит. Ну, в отеле обычно вот как-то так. А, там магазин какой-то. Ну, пойдем, вот, enter написано, может быть, это и есть отель. Я, на самом деле, так устала за рулем, что я просто хочу, честно говоря, просто лечь. Поесть и лечь. Какой-то ресторан. Какой-то ресторан. Это не отель. Живот надо потереть, мужику. Вот, животик, стрем, чтобы деньги были. Я в это не верю, правда, ну? Крис, ну, что делать, да? Ну, не сюда. А где отель? А где отель? Отель, где отель. Отель, где отель. Спасибо. Добро пожаловать. Следующая дверь. Следующая дверь. Да. Ну, пойдем. Какой ресторанчик. Добро пожаловать. О, 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 о... Это хорошо. Это правда, я думаю, что я думаю, что это... Да. Здравствуйте. Здравствуйте. У тебя есть резервы? Да. А вы хотите сделать снимки? Нет. Только один минут. Ну что, мы зашли в наш номер, тут у нас треснутое зеркало, представляешь? оно треснуто, нам не везет. Кристина, кстати, недовольна, что будет спать напротив зеркала, вот прям на себя будет смотреть. Ты знаешь, многие специально так делают, им кажется, что это клево, особенно пары. Ну, мужчина и женщина. А что у нас тут? Душек, раковина, глянь, какое красивое зеркало большое, ты жалуешься. Туалетик. Тебя сразу с туалета видно. Вот зайду, сяду, и ты тут болтать будем. Такая загорелся вообще. Света мало, представляете? Вот две лампочки, и то тускло горят. И вот мы включили, и все. И больше нет света здесь. Такой темный номер. Здесь много номеров, но на сайте было написано, что типа это. Здесь зато есть холодильник, девочки. Нигде не было до этого холодильника. В общем, неплохо-то, неплохо. Сейчас включим телевизор, будет как дома. Посмотрите на наше заднее сидение. Это два дня в Outlet. Просто трэш какой-то. Сейчас будем разбирать все это дело в нашей гостинице. Вот так, кстати, выглядит неплохо. Но, честно говоря, там очень безумно просто внутри. Как бы это самый дешевый вариант. 16 с лишним тысяч на 4 ночи. Зашли в ресторан возле нашего вообще отеля. Просто прям следующая дверь. Здесь, в общем, заплатили 55 евро. И можем брать все, что угодно. Вот они, тарелочки. Берем тарелочки. Бери, Кристина, тарелочки. На двоих 55 евро. И все. И погнали. Смотрите, сколько тут классных штук. А мы здесь надолго. Слушай, а это как будто сладкое вот то, да? Что-то интересное. Что это? Бананы. Ой, слушай, я это десертом буду. Это сладюшки. Посмотрите, сколько всего. Креветки в кляре. Ням-ням-ням. С пьюрику. Вообще мяско тут всякое. Ой, то есть с той стороны еще что-то есть. Смотри. Рис. А, еще? Еще мы можем пить сколько хотим. Представляете? А что это за белые кривитосы? Надо попробовать. Это не сырое вообще? Ой, смотри. Слушай, что это такое? Я хочу. А, сырое мясо. Слушай, это сырое, наверное. Это просто сырое, да? Суши, Кристина. Короче, все, мы... Я, наверное, скажу, за панкреатин. Мы... Зачем? Сходишь? Там мидии просто лежатые, хочу мидии. Я тоже хочу. А что панкреатин делаю? Потому что, что-то пошло. Я хочу сушки чуть-чуть с вином. Нам такое классное вино вкусное налили вообще. Ну, что, мои дарлин, мы с Кристишей взяли. Тут куча всяких разносолов. В общем, и устрицы взяли. Вот белые креветки непонятные. Будем пробовать. И еще я взяла вот это. А это осьминог, по-моему, огромный. Ну, в принципе, и здесь ничего необычного. А ты еще что-то необычное взяла? Кристина, улитки взяла. Улитки. Вот она. Скажешь потом, как что. В общем, давай, дорогая, мы впервые пьем за то время, пока мы в Европе. Не смотрите на то, что я вся такая вот такая. Мы сейчас вещи только будем собирать. И я, наконец-таки, завтра, наверное, буду выглядеть более-менее нормально. А сейчас у нас вкусное вино, морская еда, морепродукты. И мы выпьем, наконец-таки, за наш приезд. И, ну, все нормально, в общем-то. Мы остановились. За нас. И за вас. За возможность. Итак, что по поводу устриц. Устрицы здесь невероятно вкусные. Они отличаются по вкусу от наших в Ростове, где мы пробовали. Здесь такой менее выраженный аромат моря, да? Вот Кристина сказала, что она помнит, который в Таи пробовал, да? Больше океанские, да, кресла? Больше океанские какие-то, да? И вот многие даже снимают отдельно видео, как они там, эти устрицы, как они им не нравятся, как люди кривятся. Я их обожаю. Я сравниваю, честно говоря, вот, съесть одну кустрецу... Я сравниваю, честно говоря, съесть одну кустрецу... Это что, вино уже дало пожарам? Я сравниваю съесть одну кустрецу. Это всё равно, что я нырнула в открытый океан. То есть, такой прилив сразу моря тебе в голову. Я обожаю. Вот, смотрите, я их еб сюда вот. Я прямо сейчас при вас нырнула. И ещё под водой. Кстати, мы с Кристиной у нас в Ростове объелись этих устриц, и теперь я знаю, сколько, в принципе, нужно человеку, чтобы наесться вот этих устриц. Вот нам, девочкам, по семь устриц вот так. Да что с моим языком? Он не говорит. А то, по-то копыть, пыль по полю летит. Сейчас ещё одну сковор... 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 А то, по-то копыть, пыль по полю летит. На траве дрова, на дворе дрова. На траве дрова, на дрове дрова. Ладно, позже вернусь. Кристинка что-то озадачена. Блин, я уже везде, наверное, показала. Слушайте, девочки, мои брови меня просто убивают. Не, нормальные брови, но свет падает так, что как раз видно мои белёсые волосинки. Это так смешно выглядело. Короче, я уже всё показала в Инстаграме. Вот такая нашла ягода прикольная. Я не знала, что это. Спросила в Инстаграме, а потом пришёл к нам официант, и я спросила у него, что это? Это восковница красная, обитает она в Китае. Очень красная, очень классная ягодка. Мне что-то напоминает, я вам целую миску уже съела. Вишенку напоминает из брокколи в перебежку. Кристина так сказала, мне понравилось. Выставила, кстати, в Инстаграм фотку, где я крючусь с пакетами. У меня там пакетов 10 покупок всяких, и я крючусь с пакетами. И люди сразу... Мишек поздравит, поздравляю тебя, стилечка, блин, с покупками тебя, шопинка. Это же моё, понимаете? Представляете, сколько удовольствия я получила? Нет, мне пишут, как я одета. Ну вот я одета, ну посмотрите, я одета. Вот я... Ну да, одета. Пипец одета, я понимаю. Ну как бы это дорожный вид вообще. Я надела на себя, чтобы было тепло. Во-первых, утром встали. Во-вторых, утром встали. Холодно, жуть. Вещей с собой вообще почти не взяла. Ну зачем? Я еду на шопинг. У меня был один костюм, который уже... Ну как бы всё, я уже в нём отфоткалась там. В одном и том же ходить. Решила одеть. Вот у меня платье такое есть. Ну естественно, нет колботок и всё такое. Я взяла лосины единственные. Вот я в лосинах. Ну кроссы одни взяла. Вот. Ну и эта вот сумка... Ну потому что в ней удобно как бы просто. Я не думала о том, чтобы там, знаете, супер стильно одеться. И для фотографий, чтобы я такая была вообще там гламурис-гламурис. Понимаете? Ну вот, набрала из себя одежду. Ну оденусь завтра. Нормально буду выглядеть. Может быть. Голову надо помыть, то она уже не свежая. Косметики почти с собой не взяла. Но, верен, человек приехал, считай, на рынок. Приехала за вещами. Вот я буду сейчас шпильки одевать. Мы тут ходим так, что у меня даже в этих просопках самых удобных для меня из моего гардероба, ноги так болят, что я хромаю на одну ногу. Нормально. Когда начинают люди некорректно высказываться, знаете, там мало того, что с матом, как ты одета, одета ты пипец. Ну блин, а как вы думаете, человек должен быть одет на... Когда он идёт вообще в поход. У него должно быть всё мягкое, удобное и тёплое, если холодно, согласитесь. И удобное, чтобы не потерять паспорт и что-нибудь. как Кристинка вот сегодня потеряла. Кстати, Кристина не только потеряла, она потерялась. Она ушла? Незаметно. И ещё вы говорите, что Кристина не весёлая. А ну-ка! Где она не весёлая? Посмотрите на её счастье, на её счастливые глаза. Она уже не знает, как... Я думала, это обман в вино, и ты сейчас это вылишь на себя. Представляешь? Ой, красота! Я назову этот влог «Счастливая Кристина». Подожди, подожди. А как ты умеешь быть грустной? Видите, как... Видите, актёрщик какой обработает? Ты хочешь меня убить палочкой? Да, шучу. Я никогда ни в кого извинила. Крис, а вот... Мне ж прям плохо, что я это сейчас делала. Аж прям я пришла в себя, если честно. Ударь себя. Я всегда нож передаю вот так. Какой бы я злой ни была, это мои проблемы. Я знаю об этом. Что ты знаешь, что ты злая? Да, это никого не касается, и люди, окружающие, не должны никогда не пырнуть. Нет, серьёзно. Могут быть внутренние переживания. Каждый человек — это человек. Вот. Ну, просто я сейчас пырнула, я пришла в себя. В Кали. Ты удовлетворилась, да? Так ещё пырнула не острым, они же тут тупые, даже ещё больные. Ах! Ты же тупая боль такая. Я специально тупая боль. Так, а что ты можешь сказать по поводу того, что некоторые люди думают, что ты... Нееет. Я могу вот так... Щепкоти тюсика. Давайте. Давайте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А вы говорите, ну просто бы вон встала, не стою ноги. Как сказала Пантэнте, у меня... Я не могу ни встать, не стою ноги. У меня все ноги тее. Ну, значит, сейчас руки нет, а встала. Или у тебя руки какие-то... У меня ещё сейчас рука. Я же чё? Короче, бокалы пустые почему-то. Да. Потому что ты другие берёшь бокалы. У нас вот они бокалы. Короче, у меня одно впечатление было. Мне было... Короче, не помню, сколько мне было лет. И я пошла на свидание с подруг... Короче, с девочкой со мной и с её парнем. И мне смешинка в рот попала. И мне так захотелось вот так сделать. Вот до сих пор это помню. А она... Что ты любишь с спектрами? Так у меня было шесть лет всего. Сейчас уже плохая. А теперь я могу делать всё, что захочу. Нет, просто я знаю, что меня как бы не осудит. Чего? Ну, не знаю, не знаю. Люди разные нас смотрят. Ну, просто во-первых... Вот, Крис, вот давай. Я сейчас давай. Я сейчас вот хейтеров... Господи, что она делает? Тридцать три года бабе. Чё? Какой хернёй занимается. Ей-богу. Чё? Что-то меня интересует. Господи. Кристина, пора бы уже остепениться, успокоиться, одеть на себя балахон и сидеть тихо. Как я так и делаю. А вы говорите, что это Селена виновата. Я не понимаю. Ей-богу. Короче, всем людям не угодишь. Главное, что мы любим... Главное, что мы любим друг друга. И мы вместе. Можно сказать, уже полжизни. Нет, треть жизни. Мы будем жить долго, сто лет. Я просто не хочу на тебя целовать при всех, чтобы не подумали. Чтобы не подумали. Чё я, да? На дороге не мыла свои. Да, точно. У меня любые глаза. Спим на... Слышишь? Спим на... Не, я мыла, конечно. Спим на одной кровати. Ездим путешествуем вместе. Подарки друг другу дарим. Ну, что можно по другу? Подожди, ты даже... А друг дарит одного? Ты грёстная. Нет, Дэнни, это вообще сказка. Да. И, ну, как бы, знаешь, могут подумать, да? Да. Криса, может быть, ты любишь силю, что ли? Или чё там у вас? Вы понимаете, в каждом человеке заложены все качества. Понимаете, вот семь грехов существует. Я тоже могу злиться, но главное... Я уже давно с собой поработала. Это даже не сейчас. Да у меня всегда такое было. Не, ну серьёзно, подожди. Крис, подожди, мы теряем нить, пожалуйста. Я просто пытаюсь вглубь сначала браться, потом... Ты слишком глубоко и слишком быстро туда окунаешься. Короче, с того, что у каждого человека есть свои недостатки, но главное это понимать. Главное с ними работать. Я уже... Я их понимаю. И я в своё время с ними поработала. И в определённые моменты они бывают, взорваются наружу. Когда, например, расходится лава. А лава выплескивается наружу. И вообще у женщин меняется каждые два часа гемофон. Ну как он там называется? Не знаю. Может быть ты права? Да. Меняется... Может генофон? Нет, гем... Гормоны, гормонов, ну что-то такое. Вырежем или оставим? Да, оставим. Нет, это все знают или вы должны знать? Вдруг тебя какой-нибудь парень смотрит? Я имею в виду, что мы слова не можем вспомнить. Гемофон. Генофон или гемофон? Нет, генофон это когда... Гормонофон. Ладно. Вот. И короче... Ну нельзя постоянно веселиться. Ну нельзя. Нет, ну это дурачки только веселятся постоянно. Это даже дурачки в хорошем смысле. Я бы прекрасно веселилась. Селена, например. Да не надо рассказывать. Только Кристина истинное лицо. У тебя дома можно записаться к тебе у тебя в квартире только в WhatsApp. Чтобы тебя увидеть. Просто Селена соносится как будто... Селена, 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 тишина. Только в WhatsApp у меня стоит Селена. Она... Что? Что мама недавно сказала? Можно записаться к своей дочке? Я говорю, к своей дочке? Могу записаться. Сидим в одной квартире. Говорит, могу записаться к мне только через WhatsApp. Чтобы с ней поговорить, мне надо записаться к ней через WhatsApp. Мне чуть-чуть тяжело. Вот так вот. Нет, ну я имею в виду к тому, что ничего... Короче, главное понимать, не обижаться. И не обращать на тех людей. Вот я, например, я говорю Селена. Какая не обращает на меня внимание? Да, я вот побуду такая вот. Плохая, пожалуйста. Ну, в этот раз я не говорила, но я думала, я уже говорила до этого. Можно было понять. Ну, была я такая плохая. Какая я бываю, Кристина, это цветочки. Кристина, когда нет настроения, она сидит, тихонечко молчит. И когда я скажу, что с тобой происходит, сможешь скопировать? Ага. Вот сегодня несколько раз я нервничала. Нет, ну, с другой стороны, знаете, это как бы маблент. Ну, как бы она права, а с другой стороны... Да убери руку, это цветочки. А как я психу, когда мы поворот пропускаем? Ну вот, короче, нужно, нужно это. Короче. Я реально могу пырнуть даже. Все люди все понимают. Я реально могу пырнуть. Не надо агитировать людей. Пырнуть нужно... Ну, это шутка, шутка. Сейчас уже закроется, блин, а я еще... Слушай, а все уходят, да. Все закрываются. А до скольки спросили? А... What time close? Эээ... 11. А-а. До скольки? 11. О, yeah! Что-что? Что-что? Я оставлю под видео ссылочку на Кристину, так что подписывайтесь. Это my best friend. Кристина, скромняшка Крис, кто не знает, тоже блогер. Тили-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...